Ребята, здрасте, с вами Алексей, добро пожаловать на моё новенькое видео по игре Tracks and Trailer's. Друзья, продолжаем проходить эту игру. В общем-то, остаётся на самом деле уже не так уж и много до финала. Очень прям немного до финала. Остаётся у нас получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть, ну, по четыре штуки за серию, если в принципе сделать, то нам осталась сегодняшняя серия и следующая, и мы игру пройдём. Дополнительные задания я, наверное, проходить уже не буду. Наверное. Ну, посмотрим, во всяком случае, как оно дальше пойдёт. Итак, следующее задание у нас называется «Контейнеры». Я почему-то решил взять «Вольво». Не знаю, почему-то вот мне так захотелось. Так, ну и цвет. Давайте какой-то необычный возьмём. Давайте возьмём вот такой вот. Я не знаю, какой-то баклажановый или что-то в этом роде. Попробуем, как это вообще. Давно я не запускался уже в Tracks and Trailer's, уже как с того момента прошлая серия у нас вышла. Так, здесь потреб... А-а-а, понятно. Я вас понял. Это то самое задание, да? С которого у меня тогда жопа сгорела. Ну, давай посмотрим, как у нас на «Вольво» получится это всё сделать. Ой, да-а-а, я помню это задание. Ну, ладно, будем как-то стараться вообще не смотреть на время. Мне пофигу, по большому счёту. Я буду чисто на аккуратность. Я не буду спешить. Я просто хочу спокойненько взять это всё и запарковать, чтобы всё получилось хорошо. Так, зацепились. Отлично. Выезжаем чуть правее. Максимально берём налево. Так, возьмём, наверное, сразу сюда, я думаю. Так, зацеплю. По-любому сейчас зацеплю. Так. Оп, отлично. Отлично, отлично, отлично. Заходим, 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 заходим. Так. Заезжаем вот сюда. Так. Ну, и задним ходом заламываемся в эту сторону. Так, нет, не получилось. Давай ещё раз попробуем, ничего страшного. Мы, опять же, повторюсь, на время не смотрим. Нам, как бы, оно сегодня вообще не нужно, по сути. Так, вот, чтобы контейнер только прошёл. Блин, что-то я не попадаю. Просто мне неудобно немножко, может, с этой стороны как-то заезжать. Попробуем немного выровниться. Да нет, в принципе, я бы, ну, не знаю, не сказать, что прям плохо всё. Нет, всё плохо. Я припарковался, главное, не на эту метку, а посередине вообще. Так. Блин. Давай, может быть, сюда чуть-чуть. О. Нет, ещё надо чуть-чуть подровнять. Просто стремаюсь немножко. Ну, а когда, наверное, выпрямляюсь, оно проходит вообще там в другую сторону. И мне ничего не получается. Ну, подожди, давай посмотрим с внешней стороны, как это выглядит. Ну, в принципе, в принципе, как бы у меня траектория, это можно сказать, была правильная. Просто я, в счёт того, что там зеркала такие дебилоидные, на самом деле, в которой нихера не видно, они все искажаются. И вообще, короче, там, блин, бред, бред вообще конкретный. Сейчас попробуем вот таким вот образом его туда засунуть. Так. Блин, сбил. Ну, ладно, хер с ним, мы не на время играем. Так, а вот тут я сделаю наоборот. Вот здесь мне уже будет удобнее вот так. Ну-ка, давай, езжай во льво. Капец, там что-то так шумит громко, прям офигеть, даже громче, чем у меня машина работает. Обалдеть, три минуты я на один трейлер потратил три минуты, ребята, чтобы вы понимали весь уровень моего мастерства. Не знаю, почему я так туплю. В Евротраке, реально, я в Евротраке быстрее это всё бы сделал. Правда, здесь немножко своя физика в этой игре, она немного странная. То есть, она почему-то вот рассчитана на то, что у тебя прицеп, получается, полуприцеп, да, он бежит за тобой по большему углу, нежели чем это сделано в ЕТС. Я не знаю, с чему это связано, и я не знаю, как вам это правильно объяснить, но, короче, здесь прицеп распрямляется дольше, нежели чем в Евротраке. То есть, в Евротраке вот такая же есть абсолютно база, я без проблем вот в это место, ну, по крайней мере, смогу заехать без проблем, но в него попытаться, по крайней мере, да. Так, ну теперь у нас остаётся вот сюда его поставить, этого каратыша. Всё равно ватное какое-то управление, я не знаю, как это объяснить, но оно здесь другое абсолютно. Прям вот, ну, реально другое. А здесь вообще вот проще простого, просто вот так вот выпрямился, и сейчас мы назад сдадим. И всё у нас будет заргут. Если бы ящики не сбил, ну да, на троечку мы бы это выполнили без проблем. Ну ладно. Тем не менее, давайте посмотрим, что у нас там дальше идёт. Четыре задания у нас-то сегодня надо нам выполнить. Так, завод готовит к отправке крупную партию техники, которую вы любезно согласились перевести. Время не ждёт, как можно скорее поставьте пару... это уже сложнее это осложняется тем что там стоит вот это скания это сложно будет она мне реально будет мешать давайте сразу затрал на на возьмемся думаю что с краю стоит то есть берем ну может быть поедем назад спасибо огромное что ты спустя 30 секунд так думала что на передачу переключить отлично отправляемся дальше звука мотора вообще практически не слышно вся она как будто в ковролине в каком-то обито машина блин так здесь я думаю наверное мы что попробуем может быть каким-то образом я не знаю развернуться если у меня это получится сюда на этот док вообще без проблем на встать прям просто достаточно вытянуться широкий угол взять изначально вытянуться и все будет без проблем но туда чтобы мне заехать мне блин уперся что ли насущие ящики просто прицеп не потерять все отлично просто немного по-другому хочу туда заехать совсем по-другому не так как они мне предлагают и заеду вот так а почему ты так решил ну-ка то я походу слишком руля перекрутил и почему она не засчитывает прицеп же идеально стоит какая разница или прям надо голову запарковать мне так чтобы его скинуть вот блин игра подставная вообще да я прям идеально прицеп загнал ведь она не дает его сдавать идеально же ведь поставил вы сами ребята видели я не один раз так прицепы парковал ну смысле то что под 90 градусов оставлял вот мой лайфхак сработал так а теперь дальнейший наш прикол будет заключаться в том что я возьму прицеп и просто постараюсь максимально близко к зданию максимально близко вот это розовой скани и проехать и мы по той дуге попробуем объехать сразу выпрямиться сразу же в этом же месте максимально там попробуем по прижиматься как получится и в общем то попробуем там уже встать типа под погрузку или чё там разгрузка ли так отлично цепились поехали дополнительных зеркал от маленьких этих на вольвы не хватает так не забываем что она у нас там будет еще заноситься так мы сделаем вот так так максимально близко к скане чуть-чуть подломим тебя руль максимально влево и выезжаем по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть по чуть-чуть чтобы главное вот тему туглом не по машине по скане не шарахнуть так тоже пахнет возможно серебром ребята прям думаю запахло серебром у нас обычно повесне говном воняет на у нас пахнет серебром так там у меня вроде бы места хватало со сканей разминуться подравняем ничего страшного все нормально мы никуда а можно было скинуть пролопатил я эту вспышку ну ладно херстей ничего страшного мы зато ровненько сейчас попробуем это все поставить на зеленым там буквально на микросекунду загорелась просто надо было нажать тормоз и все 340 до серебро неплохо неплохо ребята прямо хочу сказать очень даже неплохо так третье задание если вы успели вернуться на склад а едва успели вернуться на склад как для вас уже приготовили новое задание цепите цистерну подгоните указанный прицеп к погрузочной площадке а то есть вот туда мне нужно поставить бочку которую мы взяли цистерну вот эту да давайте еще раз посмотрим эту цистерну провести провести но здесь мы крутанемся сразу я думаю на месте поставить сюда а эту зацепить поставить туда ну а попробуем посмотрим что из этого выйдет так то в принципе смотришь на такое задание вообще легкотня мол того что чё там делать до хрень полная на по факту блин начинаешь торопиться начинаешь ну как ты не знаю спешить куда-то и выходит чё попало сейчас мы здесь прям вот так вот просто возьмем развернемся забываем про ящики блять они вообще нахер не нужны на самом деле вот эти ящики зачем они сюда накидали чисто чтобы усложнить жизнь что ли так лично немножко кривоваст конечно ну ладно подравняемся ничего страшного руль у нас для этого и есть чтобы подравняться чуть-чуть переехать и вот она еще еще заметил tracks and trailers и как-то она слишком резко реагирует что ли на все это то есть быстро она вот все делает в плане того когда назад сдаешь так на ехать и пожалуйста с передачами конечно это вообще провал да сейчас нам надо блин как руль шумит ребята я крайне извиняюсь но я ничего поделать с этим не могу так ну ну давай пожалуйста включи заднюю передачу этот прицеп нам надо загнать вот сюда в принципе с моим любимым плечом мне нравится с этого плеча загонять с левого справа вообще не могу это его просто не чувствую что в реале я легковушку не могу через правое даже легковушку через правое плечо не могу загнать не говоря уже там про грузовик какой-то но в игре уж так тем более в реале то ладно ты там как-то еще более-менее но ощущаешь машину то куда ее ведет там инерция не инерция здесь зеркала маленькие все маленькое кроме как какой-то там невнятной обратной связи на руле у тебя ничего нету то есть по факту ты просто управляешь пустотой поэтому вот отсюда у меня такие сложности возникает нет на золото к сожалению не успею ребята чуть-чуть замешкался но ничего страшного нормально но серебро тоже неплохо так и четвертое ребята задание последнее для этой серии на заводе готовится большая партия автомобилей для транспортировки в салон опять перевести эти два прицепа ну давайте покажите чё там на полная сцепка стоит вообще да вот такая просто они это в разные места надо а ну да их тут две блин и как мне ездить вообще там что ли накуренные как я их объеду то нет это просто интересно знать давай сразу желтый возьмем вправо и зеркало вообще ничего не видно то есть а там чисто так по силуэтом ориентируюсь что что-то да где-то какой-то там у меня прицеп есть где-то что-то какой-то объект влево еще ладно более-менее видно вправо и не видно вообще ничего так ну и чего и как тут парковаться я вообще не понимаю как мне это сделать может быть поедем нет уже да ладно похеру так и чего и чего и чего но этот-то понятно я его сейчас могу сюда затолкать в принципе без проблем вообще это самая легкая на она будет что можно будет сделать затолкать его в ту сторону так нет наверно к я тебе в эту сторону сейчас сначала вот так потом я тебе немножечко буду так вот пытаться заламывать и смотреть вправо и зеркало я вообще в него ребят ничего не вижу поэтому ну хотя бы по крайней мере давайте я вот так вот буду с этой камерой справляться потому что ну реально ни хера не видать вообще мне кажется зря я оставлю этот прицеп сюда потому что сейчас просто перегорожу всю нахрен себе малину уже наверно перегородил начало у нас все равно уже сдано просто немножечко подвинем от себя площадку себе расчистим сейчас все нормально сейчас все поедет так а с этим вот я не знаю что делать здесь походу нам придется сразу разворачиваться каким-то образом я не знаю как то каким-то образом надо развернуться и соответственно задом уже в ту сторону туда сдать потому что там где разворачиваться я вообще не понимаю правду у меня нет абсолютно никакой картины того куда бы я там мог сдать где бы я там мог что вообще с этим прицепом сделать здесь вот опять же повторюсь единственное вот только решение которое лично я для себя вижу это развернуться прямо вот в этом месте ну попытаться по крайней мере там каким-то образом не то что развернуться сразу сейчас вот так как есть все отлично мы его участвую туда будем в дырку заталкивать нихера не вижу вообще просто она еще перекрыл ага на прикол смотри свешней модели то есть дополнительные зеркала которые как бы призваны помогать не в таких ситуациях внутри этих зеркал вид вот что самое прикольное только что это заметил упрёмся конечно упрёмся потому что я добил немножко неправильно я все это конечно сделал ну давай во льво потихоньку 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 никуда не спешим опа так еще можно посунуть его туда у нас какой-то большой угол вот стралами да вот стралами я понимаю если они вот так вот долго выворачиваются да вот занимают вот так вот место такое то что них радиус вот этот большой и т.д. и т.п. это да это еще можно понять это еще можно простить ну когда ты блин берешь просто обычную платформу и у нее радиус поворота блин такой же как и у трала так отлично я уперся в свой же трал я не знаю как мне его сейчас туда прицелить наверно вот так ну сейчас мы его поправим нормально пойдет вообще хорошо 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 ничего страшного мы его поправим надо было сначала все таки сюда ставить так тэшечку нажимаем а этот просто мы сейчас ударим и туда его затолкаем все ладно ребят давайте посмотрим на анонс следующей серии что нам там предстоит сделать и брен волю мне понравилось так по приходу на работу вам предстоит переставить три трейлера ничего себе которые загородили ворота одного из гаражных боксов 1 2 3 у нас туда но как я понимаю туда назад надо убирать самый самый простой который тут есть это наверное вот этот вот маленький контейнер мы его наверно сразу в следующей серии уберем туда эти уже здесь два поставим тут ну все я понял ладно ребят на этом все спасибо вам всем огромное за внимание следующая серия уже выйдет совсем скоро но чтобы ее не пропустить обязательно подпишитесь на канал поставьте лайк этому ролику и нажмите на колокольчик дабы соответственно этот ролик не пропустить на этом все друзья пока пока увидимся